Самые интересные находки на улице Металлистов Они относятся не к самой улице Металлистов, а к Крестовоздвиженской площади, где нами зафиксированы торговые ряды XVIII века. Это, прежде всего, погреба, которые мы сейчас исследуем, и большое количество деревянных лавок и находок, связанных с торговой площадью второй половины в основном XVIII века. Больший интерес представляет то, что мы копаем именно ту территорию, где находилась ярмарка торговые ряды, потому что это в корне отличается от обычных археологических исследований, например, жилых домов, потому что в жилом доме может быть однотипных находок по нескольку вещей, то есть, например, два-три точильных камня, две-три бутылки. Здесь у нас серии, то есть в зависимости от специализации лавок, мы находим около тысячи в одном месте оружейных кремней, около 70 оселков точильных камней, какие-то серии стеклянной и керамической посуды, серии изразцов. И вот именно этим интересны те работы, которые сейчас проводятся, потому что перед нами сразу археологические серии большого объема. Самые ранние находки датируются временами Ивана Грозного, но они очень редкие. Основная часть находок, которую мы видим, это XVIII-XIX века, то есть время, когда Тул становится промышленным центром после реформ Петра, после того, как здесь были построены заводы по производству оружия, и Тула становится крупным промышленным торговым центром. Мы должны оговориться, что именно то, что мы фиксируем в Роскопе, это торговые ряды XVIII века, то есть до XVIII века находки единичные. То есть мы не можем сказать, были там торговые ряды или нет, скорее всего, их не было, тут слой достаточно мало находок. То есть мы обнаружили лавку, которая, судя по находкам, скорее всего, торговала из Росами, то есть там два набора из Росов было обнаружено, лавка, торговавшая оружейным кремнием, трактир XIX века с большим количеством посуды, то есть это бутылки и рюмки. Ну и вот комплекс погребов, один из них мы сейчас завершаем исследовать, скорее всего, там хранили какие-то продукты, возможно, мясо, потому что мы не находим большое количество точильных камней, которые использовались, то есть это не товар на продажу, а просто бытовой мусор, но он в очень большое количество. То есть это точильный камень, оселок, в котором точили ножи. Таких мы находим в погребе большое количество, здесь видны желобки от ножей. Стеклянные бутылки, бутылки таких форм мы обнаруживаем только в одном погребе. Это тоже 30-е годы XVIII века. Это было найдено, у нас есть траншея, которая прямо от башни Кремля западной идет, от входа, и мы ее разбирали с особой тщательностью, это замок на книгу. То есть это вот одна копейка Петра I и пять копейка Екатерины II. Ну и также мы находим большое количество различных предметов, которыми пользовались публики XVIII века. Вот небольшой такой глиняный черпачок. Кладов пока, к сожалению, мы не нашли. Мы находим в основном медные монеты. Медные монеты, те, которые были ходовые, которые обычные горожане имели в карманах, поэтому они могли расплачивать сами, терять их. Естественно, серебряные монеты в те времена были, но они были достаточно дорогими, и так просто их не теряли. Пока найдено несколько серебряных монет, но это просто до Петровского времени, когда медь не использовалась для чеканки. Они очень небольшие, там так называемые чешуйки. Все находки будут сданы в Краеведческий музей города Тулы. Официальные археологи, к которым мы являемся, они обязаны сдавать все материалы, которые найдены при раскопках, в фонды музеев Российской Федерации. В данном случае в Краеведческий музей города Тулы. То есть это будет большая интересная выставка, я надеюсь, по итогам сделана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok